Психологи Казанского Федерального Университета исследовали инновационный потенциал студентов. В Казани появится новая магистраль, цель которой разгрузить поток автомобилей на Горьковском шоссе. Рассказываем об архитектурном ансамбле Казанского Федерального Университета. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Елизавета Никитина. Ученые Института психологии образования Казанского Федерального Университета провели инновационные исследования среди студентов университета. Все подробности узнавал наш корреспондент. Исследование психологии развития и саморазвития инновационного потенциала субъектов образовательной деятельности проводилось учеными Института психологии образования КФУ в течение трех лет на средства выделенного гранта. Проектом руководил профессор кафедры клинической психологии и психологии личности Леонид Попов. Мы посчитали, что необходимо включить психологическую составляющую в это явление. И она, коротко говоря, если обозначить то, что мы делали, представлена мотивацией, представлена способностями и волевой организации личности, и представлена реальными действиями, которые человек может сделать уже на основе своей мотивации. Проще говоря, формула выглядит «хочу, могу, действую». Проект впервые ставил целью разработку интеллектуально-деятельностной модели развития и саморазвития инновационного потенциала субъектов образовательной деятельности. Объем выборки у нас был большой, на самом деле, больше тысячи людей. Другое дело, что исследование было многоэтапным и включало диагностические процедуры, так и экспериментальные процедуры. И вот что касается диагностических процедур, где происходила, собственно говоря, оценка измерения и соотношение, что такое есть инновационный потенциал. Результаты показали, что распределение показателя психологической готовности к развитию инновационного потенциала близко к нормальному. Таким образом доказана надежность и валидность опросника для оценки инновационного потенциала личности. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ-Ньюс. Культурно-спортивный комплекс Уникс – это один из главных объектов Казанского федерального университета. Подробнее о центре студенческой жизни расскажем в следующем сюжете. Трудно представить студенческую жизнь без культурно-спортивного комплекса Уникс. С этим местом у студентов связаны самые яркие впечатления – как приятные, так и неприятные. Как уже можно было понять по названию, КСК Уникс делится на две части. Во-первых, это спортивный комплекс, где студенты занимаются физкультурой, где проходят крупные спортивные соревнования. Во-вторых, это концертный блок, где находятся малый и большой актовые залы, студенческий клуб, правком студентов КФУ и департамент по молодежной политике КФУ. Мало кто знает, что на самом деле слово «Уникс» – это аббревиатура, обозначающая университет, культура, спорт. В Униксе есть своя особенность. Это здание, в котором этажи идут в обратном порядке. Вход находится на пятом, а вот чтобы попасть на первый этаж, придется пройти восемь лестничных пролетов. Сначала это кажется нелогичным, но со временем привыкаешь. Здание находится на Воскресенском холме, рядом с главным корпусом и цитом. Имя Кашенцевой появляется в истории Казанского университета не в первый раз. Именно она принимала участие в проектировании Института физики и второго учебного корпуса в 70-е годы XX века. Кашенцева не отходит от привычного для себя и того времени архитектурного стиля. Она продолжает привносить в центральную дореволюционную часть города постмодернистские объекты. Контраст классицизма и постмодернизма все ярче проявляется в городской среде Казани. Постановление Никиты Сергеевича Хручева об устранении излишеств в архитектуре можно считать, наверное, такой отправной точкой перехода от сталинской архитектуры ампира к новой парадигме модернизма. То есть мы заменяем кирпич и гипсовую лепнину на бетон и стекло. Советский модернизм, он так или иначе тоже завязан на вот этом законе. То есть это были достаточно аскетичные объекты. В той или иной степени они продолжили традиции функционализма, конструктивизма так или иначе. И тут надо также разделить все объекты, наверное, на два основных таких подтипа. Это объекты уникальные и объекты рядовые, типовые. А были полностью уникальные объекты, в том числе, конечно, и уникс. То есть это уникальный объект, спроектированный конкретно на эту территорию. Таких объектов больше нет нигде. Ну, с одной стороны он громоздкий, с другой стороны он до сих пор оправдывает себя функционально. То есть университетом пользуется и, собственно, с точки зрения функционала он до сих пор как бы остается современным. Комплекс дали в эксплуатацию в 1989 году. На протяжении более 30 лет уникс служит городу важной спортивной и концертной площадкой. Здесь проходят спортивные соревнования всероссийского масштаба. Долгое время уникс оставался домашней ареной для одноименной баскетбольной команды, пока в 2003 году не был открыт баскетхолл. Концертные залы уникса, в свою очередь, используют для таких студенческих фестивалей, как «Студ весна» и «День первокурсника». Также нередко на сценах комплекса выступают артисты республиканского и всероссийского масштаба. Таким образом, уникс стал вторым домом не только для спортивных сборных, но и для творческих коллективов, без которых трудно представить яркую студенческую жизнь. Роберт Хасанов, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов, Универньюз. Исполняющим обязанностях заведующего общеуниверситетской кафедры физвоспитания и спорта назначен доктор биологических наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры, спорта и лечебной физической культуры Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Рустем Абзалов. Опыт как бы имею, в педуниверситете я даже проректорствовал, и такой опыт был, и на предприятиях республики работал, значит, как правило, главным инженером на двух заводах. Ну, всякое было, поэтому опыт общения есть с людьми. Будем работать, будем выполнять тот наказ нашего руководства, вуза. В Казани наметили трассировку второго этапа дороги дублера Горьковского шоссе. Подробнее в нашем следующем сюжете. Первый этап прокладки трассы – это участок от улицы Несмелого до жилого комплекса «Серебряный бор». Протяженность четырехполосного участка – 6,2 километра. Подобщественный транспорт выделят полосу движения шириной 3,5 метра. В этом месте существует густая сеть подземных и надземных коммуникаций, поэтому потребуется их переустановка. Объектов культурного наследия на пути строителей нет. Дорога призвана разгрузить Горьковское шоссе, которое не справляется с потоком транспорта. Интенсивность увеличилась в связи с постройкой жилого комплекса «Салават-Купере». Строящаяся трасса должна соединить Казань с трассой М-7 в районе Займища. Планируется, что частично она пройдет вдоль железнодорожных путей, отчего часть дачных домов у станции «Лагерный» уже отправилась под кож бульдозера. Трасса перегружена с учетом строительства еще новых жилых районов «Салават-Купере». То есть трасса полностью стала забита и загружена. И, конечно, то, что новую трассу пробивает для города – это большой потенциал к развитию. На первый этап проекта по созданию дублера Горьковского шоссе было выделено 54 миллиона рублей. На данный момент строительство завершено на 30%. Один из участков расширить пока не получится. На месте трассы от улицы Несмелого до Старого русла реки Казанки имеются существенные красные линии в связи с тем, что в существующей плотности застройки не представляется возможным расширение данного участка согласно нормативным документам. Изменения красных линий или прокладка новых сетей будут планироваться в последующих проектах. Это, конечно, транспортную ситуацию решит. И в то же время в перспективе эта трасса проходит через границу с территорией порохового завода, который так или иначе тоже будет со временем освобождать эти территории. И в будущем эта трасса даст вектор развития Казани именно в этом направлении. На втором этапе планируется построить съезд с основной дороги к Серебряному бору протяженностью 848 метров. Это будет магистральная улица районного значения. В месте, где трассы пересекают железнодорожный переезд, будет возведен путепровод. Ну, наверное, еще такой момент достаточно, может быть, для города сложный, но с точки зрения экологической ситуации, да, с точки зрения того, что на этой территории множество зеленых насаждений сохранилось, то что город все-таки делает дорогу не за счет зеленых насаждений, а в основном это за счет выкупа участков у населения. Это такой сложный момент, да, любой город, когда растет, он сталкивается вот с такой ломкой. Всего планируется изъять 400 участков с жилыми домами с компенсацией их стоимости по рыночной цене. Помимо этого, для строительства вырубят часть лесных массивов. Уже наполовину провели засыпку старого русла Казанки. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!